И вот этого салата, вот столько его, который стоит вообще как перелет до Бангкока, называется он Бангкок, к черту метафоры, я просто тупой, извините. Здравствуйте, дорогие друзья, это снова Прокшевъезд. Не так давно я узнал, что в Красноярске есть доставка, которая доставляет самолетную еду. Ну, то есть, как я, не случайно узнал про ней уже несколько месяцев говорить все, что может говорить, включая куклу моей выдуманной племянницы, и поэтому я подумал, что почему бы не заказать и не попробовать. Тем более, что странной мне показалась затея, поскольку я не помню, что кто-то вообще особо тосковал по самолетной еде на земле. Я сегодня не один, у нас в гостях прекрасная девушка Анна, которая не только прекрасная девушка, но еще и стюардесса. Здравствуй, Аня. Здравствуйте. У меня есть вопрос, вы едите еду же эту? Сами же? Самолет, ну, конечно, едим. Приходится, ведь в небе приходится находиться как минимум 7 часов, и кушать хочется, и что-то нужно делать, как-то выживать. Слушай, а вот на земле вы ее ели? На земле я ее не ела. Просто все говорят, что в воздухе меняется ощущение, и эта еда очень вкусная. Но, блин, вот из-за того, что мы на небе, она по-другому воспринимается. Ну, вообще, это у всех по-разному, на самом деле. Еле говорят, что вкусовые предпочтения действительно меняются. Кто-то говорит, что им наоборот вкуснее становится. Есть правило, которое гласит о том, что пилоты должны по-разному кушать еду. Один должен один рацион кушать, второй – второй рацион. То есть кто-то курица, кто-то рыбок. Чтоб если отравились, не все сразу. Да, все верно. Честно говоря, я не знаю, у меня есть подзрение, что они просто хвосят под самолетную, упаковываю ее особым образом. Обошлось нам это в 1243 рубля, и мы на эти деньги купили 3, можно сказать, полноценных обеда. Я их сейчас представлю. Вот этот набор называется «Стюардесса». Раз что у нас есть «Стюардесса», то я заказал его. Стоит он 349 рублей. Этот набор называется «Чартер» и стоит 329 рублей. И мы так посмотрели по коробочкам, особо что-то разницы не нашли между этими двумя комплектами. И третий набор, который стоит вообще как перелет до Бангкока, называется он «Бангкок», стоит 565 рублей. И начнем со «Стюардесса». У «Стюардессы» какой-то свой рацион, или она есть то, что и пилот? На экипаж еда одинаковая абсолютно, не зависит от того, что стюардесса, пилот, все одинаковое. То есть обманометр уже пищит, нас где-то кидают. Итак, посмотрим, что входит в набор еды для «Стюардесс». Это две булочки, какая-то вот лимонная оливка, греческий, насколько я понял, салат. Ну вот, такую штуку я видел в самолете, правда. И горячие макуроны, куриная котлета такая размером, не знаю, с чем она размером, маленькая в общем она очень, к черту метафоры. И какие-то зеленые горохи посыпаны там внутри. Давай попробуем, что-то дай с горячего, начнем, чтобы не остыло пока. Вот такая штука такая. Что ж такое-то? Помочь? Можно, да. Спасибо. Пожалуйста. Это моя работа. Да, я попробую тоже. Он макарон прям как в самолете такая ждать. Ну и что скажешь? Ну вот говорят, что на небе еда становится пресной. Но здесь она пресная и на земле. Меня всегда удивляет, когда в самолетную еду кладут горох или какие-то бобовые, потому что это не самая лучшая еда, которая стоит есть перед самолетом. Переваренные пресные макароны с горохами, которые тут вообще не пришли самолету хвост. Давай салат попробуем. За 200 рублей я ожидал чего-то более приятного. И вот этого салата, прости господи, если убрать листья, вот столько его. Нет масла все тут есть. Нет, тут есть масло, да. Я сейчас потом разобрал, что есть масло, но его очень-очень немного. Сыр. Ну, сыр фита, но вот эта порция называется. Ну, извините. Черствая булочка. Булочка прямо не первой свежести и плесенью пахнет. Нет, спасибо. Теперь смотрите, насколько чартер отличается от стюардессы. Смотрите, тут есть колбаса и сыр. И все. А тут появятся фотографии, у них на сайте тут шли фрукты. Фрукты, а не оливки и лимоны. И это, мне кажется, чуть-чуть нас киданули с тобой. Это не апельсин? Самолетов такого не бывает. Это, кажется, апельсин. А, это апельсин. Это апельсин и виноград. Да. Я просто тупой, извините. Все нормально, я просто тупой. Да? Это виноград и апельсин. Сколько апельсин стоит в Красном Яре в каком-то? Альф Командори. Чтоб в рекламе не обвинили. Сколько тут ушло апельсина, да? Вот, смотрите. Очень экономный расход апельсина. Даже не долька апельсина, это долька-дольки апельсина. Хочу сказать в защиту этой еды, что обычно дают все-таки меньше в самолетах. Возможно, они хотели приближенно хоть как-то быть похоже. Переходим. Вот здесь сосиски должны быть с гречей. Очень похоже. Очень похоже. Прямо вообще. Как будто у меня сейчас прямо сейчас в воздушную яму попадут. Сосиска прям та, что на борту. Вот прям точно. Вкусно. Греча. Вообще самолетную еду солят. И это странно, что она не соленая. И теперь боярский. Тайско-боярский. Рис с креветками. Это суп том-ям. Давайте пошироборим, что там есть. Свинина? Это свиница? Я, это, по-моему, нет, это имбирь. Это косточки плавали. Косточки. Гриб. Да, это гриб. Огромные листья. Это у нас лайма листья. Я чуть не видел кто-нибудь здоровый. Это лемонграсс? Нет, лемонграсс палочки. Палочки? Палочки. Что-то я не вижу вообще никого мяса здесь. Я не нашел ни курицы, ни креветок. Хотя меня спрашивали, с чем я буду, с курицей или с креветками. Видимо, они так и не договорились на кухне, с кем с чем положить. Положили ни с чем. Но если честно, мне нравится. Правда. Но то, что мяса нету, да. Ну вот он веганский. Веганский. Он веганский и вот не очень гигантский при этом. Ну я не знаю, вообще ничего. Вообще ничего такой похож на том ям. Давай попробуем рис. Так, давай креветок посчитаем. Слушайте, а с креветками прям богато здесь. Видимо, из том яма все сюда пошло. Ну смотрите, прям треть, треть всего объема. Ну не треть, наверное, но пятая часть точно креветки. Даже яичка есть, как в тайской кухне. Нет, все прям по фуншую. А это вкусно. А вкусно. Давай посмотрим. Вообще, во-первых, это похоже на самолетную еду? Конечно, похоже. Косолетка есть. Косолетка это что такое? Это алюминиевая тара, собственно, в которой подается самолетная еда. Косолетка есть, похоже. А по поводу внешнего вида, ну, ланчбоксы бывают, конечно, разные. Поэтому здесь не могу придраться. А по поводу того, что на экипажную еду всего мало, это... Но приближенно похоже, честно. И даже десерт такой же. И даже троечка есть. Вот такая вот замечательная. Это троечка называется? Это, ну, да. Это называется троечка. А, типа, что это три предмета. Да, все верно. Все правильно. В целом, мне не было плохо. Мне понравилось. Мой личный вердикт, тайский набор неплохой. Единственное, что все-таки надо что-то мясо класть в том ям. По всему остальному, неплохо, но маловато. Ну, мне кажется, что за эти деньги это прямо дорого. Потому что небольшие совсем порции. Маленькие сосисочки, горстка макарошек. И, ну, не знаю, 350 рублей, мне кажется, дороговато. По вкусу особых претензий нет. Разве что вот макароны совсем, совсем, совсем никакие ватные, просто переваренные, рыхлые, безвкусные. И салат, ну, вот просто там мы отъели, когда я показывал. Вот здесь, здесь давайте посмотрим. Где-нибудь голословным. А дайте тарелочку мне какую-нибудь. Смотрите, высыпаю. Вот это салат. Короче, хорошо, но неплохо. Ни хорошо, ни плохо, но мало. Спасибо, Аня. Спасибо вам. Мне было очень приятно с тобой поработать. Или поесть, или отдохнуть. В общем, хорошо было, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Это был Прохшев Ес. Встретимся еще раз через некоторое время. Не знаю, может быть, на следующей неделе. Всех люблю, кроме некоторых. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok